исторический цикл начиная с гельгамеша вообще маниха я говорил о посланниках света дозора туштры при этом он назвал так именно как адам сиф енох но об этих допотомных персонажах каких-то проверяемых данных не сохранилось только легендой и сама нихая предупреждал что легенда не искажаются и трудно по каким-то текстам которые не из наших традиций трудно судить что там было на самом деле и сам мани он ничего подробно быть не говорит он просто их перечисляет в то же время вот гельгамеша есть не только поэма есть данные его историческом существовании деятельности в качестве лугали то есть военного вождя урока тут можно о чем-то поговорить есть какие-то более-менее достоверные сведения хотя и поэтическим поэтому исторический обзор планируется начать гельгамеша потом перейти к посланникам света за ратушке махавире будиша к ему не то есть посланники света до иисуса христа потом переходим греческой философии которая значительной степени повлияла вот на то что говорил иисус христос затем иисус христос павел и алксай это христиане это непосредственные предшественники манихае потом кратко планирую проанализировать биографию манихае она подробно есть по традиционным источником в отдельном плейлисте тут попробую как-то его соотнести с тем что вообще в творилось третьем веке будет скорее нетрадиционная такая вот больше такая там пара сравнительная такая биография после манихае планирую рассматривать историю манихейской церкви широком смысле этого слова то есть включаем туда богомилов павликиан альбегойцев естественно собственно сахдийская уйгурская и прочая церковь которые себя манихейскими считали тоже включаем римская для то что манихейство устроено было историческим как бы так кругами то есть есть ядро собственно манихейство которое считала манихае своим учителем есть те направления на которые манихейство казалось сильное влияние допустим богомилы но которые непосредственно не говорили о манихае однако догматика и структура церкви этика практически полностью манихейский что и врагами нашими отмечается и и мы их тоже своими признаем поэтому и мы их тоже будем рассматривать тоже наши ребята что они были что говорили я не знаю стоит ли рассматривать историю западной философии она в основном повторяет индийскую когда я буду говорить о джианинзе буддизме какой-то степени по низкой философии буду конечно говорить оригинальных идеи западной философии в общем-то мало возможно будет сделано несколько обзорных лекций типа как вот это следует все воспринимать с точки зрения манихейства у нас был такой апостол запада маркада который обратил манихейство много народу в египте и создал карас римскую церковь манихейской в которой потом агустин состоял который потом полностью вырезали католики православные код маркада он написал свое время полный обзор античной религии философии с апологетикой доброго учения то есть он был персом но он изучил языки римской империи изучил все идеологии написал обширные там тома по поводу того вот как как мы это все воспринимаем почему вы не это исповедуем что тут хорошего что-то плохого и так далее этот обзор был конечно уничтожен католиками как амаз и прочей манихейской литературы римской империи но августин там фрагменты цитирует в каком-то трактате и по фрагментам видно что довольно рациональный был подход у марады и в общем-то кратиковал там правильно иудаизм какой-то степени пытаюсь повторить вот этот путь марады хотя бы вкратце то что время прошло с тех пор очень много почти 2000 лет появилась куча всяких новых концепций да и вот задача этого курса дать определенную реакцию на современной философии современной религии с нашей точки зрения слушатели этого курса участники сообщества манихейского ссылка на сообщество в описании конечно предлагайте тоже свои темы на чтобы еще отреагировать если я что-то там пропустил важное или вы хотите чтобы о чем-то было в этом курсе лекции прямо специально можно это все предлагать и в сообществе в комментариях пожалуйста переходим гельгамешу самый полный текст о нем это поэма а все видавшим сюжет гельгамеш это военные ложки рука неправильно говоря что царь там у них не было царя них там несколько было всяких властей религиозные народные собрания гельгамеш конкретно там просто армию возглавлял вот гельгамеша встречает дикого человека анкиду приобщает его к цивилизации они становятся друзьями потом они совершают подвиги в основном они сражаются с монстрами которых породили шумерские боги хумбаба и бык которого послала богини любви и штор боги там были в общем такие грозные создания они рождали монстров они умитали людей не заставляли людей на себя работать приносить им жертвы и так далее союзником гельгамеша при этом является бог солнца шамаш за все эти действия боги убивают его друга анкиду после чего гельгамеш убедившись в неотвратимости смерти начинает искать бессмертия хотя естественно боги его предупреждают что это все нереально угрожает и так далее гельгамеш он долго ходит по земле в поисках бессмертия встречается с ноем который в результате своей миссии по спасению всего живого во время потопа реально стал бессмертным то есть но и по представлению вот этой вот поймы он смертный жена ноя говорит что где то есть цветок вечной молодости гельгамеш тоже потом долго ищет путь после долгих приключений находит этот цветок вечной молодости решил найти от цветок искупаться в море пришла змея съела цветок сбросила кожу и стала вечно молодой и в конце имеется такая мистическая часть где где гельгамеш общается с духом мертвого своего друга анкиду и раз друг ему рассказывать что в царство мертвых страшно просто судьба во душу все там очень плохо что тут интересно с точки зрения манихиста почему гельгамеш первый манихей ну во первых это бунт против богов позднее всех этих богов арийских шумерских и так далее с раду что в основном объявил демонами потому что они были страшные жестокие хтонические при всем при том эти боги утверждали неизыблемость мира порядка в котором все умирает и требовали кровавых жертвоприношений то есть это боги смерти и гельгамеш у нас сочетает бунт против этого мира который характерен для любого доброго учения этот мир нас не устраивает при этом единственным союзником у него является бог солнца который позднее был объявлен добрым ангелом и нам известен под именем метро в основном и далее цель достижение бессмертия именно то что в любом добром учении ставится потому что смерть мы отрицаем своим идеалом считаем мир где нет смерти то есть идеал поставлен в этом тексте причем гельгамеш этой цели добивается несмотря на угрозы богов явную невозможность бессмертия в смешанном мире то есть его опыт жизни в смешанном мире противоречит цели но он ей следует в этом плане это наш человек потому что наша цель это победить этот мир насколько бы это не было трудно таким образом в эпосе гельгамеша поставлена гностическая проблематика то есть этот мир нас не устраивает в нем царствует смерть нужно его победить вот эта проблематика на далее разрабатывалась посланниками света из них хронологически первым является заратуштра как раз вот учению зарату что я планирую далее посвятить целых три может быть даже четыре лекции этого курса